О своей работе Алексей Серебрянский предпочитает долго не говорить. Учитель технологии, а в прошлом труда, не словом, а делом, готовит школьников к самостоятельной взрослой жизни. На практическом уроке для педагогов сам, словно ученик, примеряет на себя роль руководителя группы, которая принимает пострадавших. Люди, которые прибивают в случае каких-то чрезвычайных ситуаций к нам в пункт, должны зарегистрироваться в моей группе, после этого изучить свои права и обязанности, на территории АКО-пункта, должны получить пропуска на территорию, талоны на питание. На несколько часов 22-я школа превратилась в мини-город – временный населённый пункт со своим полицейским участком, медсанчастью, службой психологической помощи. Вместо спортзала – комната отдыха. Здесь поставили 15 кроватей. Классы на время переоборудовали под детские уголки. По легенде, в соседнем здании произошёл выброс АМИАКа. Жильцам понадобился временный приют. Для этого используются несколько помещений, общей площадью 200 квадратных метров. Создаются запасы материальных ресурсов из расчёта на 500 человек и продолжительность обеспечения трое суток. По истечении этого запасы пополняются. В показательной тренировке по гражданской обороне приняли участие школьные учителя, сотрудники МЧС, профессиональные психологи. Специалисты отмечают – пункты временного пребывания удобно разворачивать в образовательных учреждениях. К примеру, в период энергоблокады подобные точки работали в четырёх севастопольских школах. «Были приведены в готовность порядка четырёх пунктов обогрева на базе стационарных пунктов временного размещения. Это делалось с целью исключить смертельные случаи бездомного населения, если такие выявлялись. То есть город был готов оказать немедленную помощь». На протяжении дня показательные тренировки прошли в трёх севастопольских школах. Правилам поведения во время ЧС обучили свыше сотни человек. Подобные мастер-классы для преподавателей продолжатся после Нового года.